Мы с мужчинами без имени, фамилии и отчества... Учредитель и собственник имени Алексея. Прошу ко мне обращаться. Именно вот так. Честный градус? 5 единиц объемом 4,7 литра, 5 на 5, 25 литров что ли? Да. Честный градус. Так, и что, и получается прекратили, ты там вышел, они начали на тебя там замазку, еще за что, за 19.3, да? С охранением всех прав и свободы. Естественно, только разница. Ты там самого главного не сделал, ты не сказал, что ты хочешь. Что-что? Я не личность, я живой человек. Что-что? Я живой мужчина. Это поначалу тяжело, а потом тебе это понравится. У меня нет фамилии, имя, отчество. Что-что? Живой мужчина, мастер. Носители меня, Алексей. Там в воле изъявления все указано. Посмотрите, какие претензии к моей персоне. И тут появляется черная мантия. Че так не сказал? Потом-то уже все допетрил, но было поздно. Так, капитан покинул судно дважды. Где печать? Я-то не гражданин, я же еще раз повторяю, я не гражданин. Кто-что? Живой мужчина. Это не важно. Как это не важно? В данном случае. Это очень важно. Я не гражданин, вы меня не оскорбляйте, пожалуйста. Что-что? Судебный приступ. По имени, как я могу прощаться? Судебный приступ. Судебный приступ. Что-что? Вам уже все сказали. Где? Кто сказал? Я тоже могу сказать, что я судья. Так называемая судья не подтвердила свою полномочию. Кто она-то? Судья. Вот пускай подтвердит свою полномочие, потом мы будем ее называть судьей. Для меня она не судья. Докажите обратно. Что-что? А где у меня гражданство? Откуда взялось это? Да я не гражданин. У тебя паспорт нет? Нет. Почему? Что-что? Только после вас. Нет, нет, это ваш корабль, пожалуйста. Вы там управляющие, я там не управляющий. Между мной и Творцом нет посредников. Является ли суд суверенным? Что-что? Вы будете удалены из зала судебного заседания. То есть за маску, за видеосъемку будете писать протокол, да? У тебя паспорт есть просто? Нет, нет. Почему? У меня нет паспорта. У персоны есть паспорт. 99% вообще в суды не ходят. Они боятся их. Что-что? Они боятся их. Вы готовы стоять? Вы меня туда приглашаете? Вас приглашаете сам. Пойдите в 8 лет, вас приглашают. Сохранение всех прав и свобод. Естественно. Все на видео зафиксируется. Все на видео зафиксируется. Все на видео зафиксируется. Все на видео. В комментариях. Спасибо. Что? К кому обращайтесь? Снегирев. А где вы тут нашли? А вы кто? Я? Да. Я мужчина. Вы живой человек. Мужчина. Не имя отчества? Нет. Я не имя отчества, я живой мужчина. Учредитель и бенефицар Снегирева Алексея Валерьевича. Что? Учредитель и бенефицар Снегирева Алексея Валерьевича. А что такое учредитель? Ну, это то... Вам документы можно? Какой документ? Учредитель и бенефицар Снегирева Алексея Валерьевича. Живому человеку документ не нужен. Что? Я не личность, я живой человек. Который вам нужен Снегирев. Учредитель и бенефицар Снегирева Алексея Валерьевича. Это какого паспорта вы? Учредитель зашелся? Снегирёв у вас там, в документах. Я не Снегирёв. Я живой человек. Кто же Снегирёв? Вот он там у вас. В документах. Снегирёв. Кому? Вам. К кому обращайтесь? Я обращаюсь к Снегирёву, если вы Снегирёв. Я живой мужчина. Носитель имени Алексея. Прошу ко мне обращаться именно так. Как он сейчас? Носитель имени Алексея. Учредитель имени Алексея. У меня здесь фамилия, имя, отчество лица. К кому обращаетесь? Я обращаюсь к Снегирёву Алексею Валерьевичу. Я же сказал. Я живой мужчина. Учредитель имени Алексея. У нас нет учредителей имени Алексея. У кого у вас? С кем я разговариваю? С Российской Федерации. Сначала назовите себя, а потом вам представится суд. С кем я разговариваю? Назовите свою фамилию и имя прочего. Я сказал. Я живой человек. Мужчина. А вы с мужчинами без имени, фамилии и отчества? Учредитель и собственник имени Алексея. Прошу ко мне обращаться. Именно вот так. Судок надо подождать. Итак, вызовите свою фамилию и имя, отчество. У меня нет фамилии, имя, отчество. Я вам еще раз повторю. Хорошо. Что судебное заседание? Садитесь сам. Сейчас, секунду. Что судебное заседание? Перерыв. А? Перерыв. А, перерыв. Перерыв. Так, привет, у вас. Вы задали свою фамилию и имя общества. К кому обращайтесь? Так, масочку наденьте. К кому обращайтесь? Я обращаюсь к Снегилову Алексею Валерьевичу. Так, масочку наденьте. Вы кому обращайтесь? К Снегилову Алексею Валерьевичу. Я, по-моему, пояснил. Я живой мужчина. Живой мужчина. Носители меня, Алексей. От вашу ответственность под принуждение. Маску наденьте. Под вашу ответственность под принуждение. Маску наденьте. Пожалуйста. Вы отказываетесь назвать свою фамилию и имя общества. К кому обращайтесь? К Снегилову Алексею Валерьевичу. Я еще раз повторяю, как ко мне обращаться. Живой мужчина с именем Алексей. Суд обращается, как указано в протоколе о специальном законодательстве. Вы отказываетесь назвать свою фамилию и имя общества. Я еще раз повторяю, вы кому обращайтесь? Так. Принцов, составивший протокол об администрации правонарушения и имя общества. Поздравите свою фамилию и имя общества. Известа, Анастасия Александровна. Теперь для участия компонсесса. Деда рассматривает мышцы Геннадьевна в составе судьи Ампутины при введении протокола судебного заседания помощником судьи Сунецами. Имеется ли участие компонсесса отхода со справа? Сужаю секретарю. Пусть и Геннадьевна. Кому обращайтесь? У лица, который составил администрационный протокол, Суд разъясняет участие компонсесса от права. Вы имеете право ознакомиться с протоколом судебного и на ознакомление с протоколом судебного заседания. Снегирев Алексей Валерьевич, вам было понятно? Значит, Снегирев, суд разъясняет вам, что в соответствии с частью 3, статьи 24.3, видеозапись судебного заседания ведется только с разрешения суда. Такое разрешение не спрашивалось у суда и разрешение такого не давалось. Поэтому видеозапись необходимо прекратить. Кому обращайтесь? И кто ко мне обращается? Суд вам представился уже. Каким образом? А каким образом у нас будет представиться, скажите? Там в волеизъявлении все указано. Так мы еще не исследовали материалы. Документально все, исследуйте материалы, значит. Так, видеозапись прекратите? На каких основаниях? Судебный, суд разъяснился, судебный писатель надо делать так, чтобы он прекратил истинный делом. Здесь запишено. На каких основаниях? На основании правил пребывания посетителей в Мышкинском районном суде. На основании части 3, статьи 24.3 КОАП Российской Федерации. Запрещено-то кому? Вам посетителям. Я-то? Участникам судебного процесса. Я не участник судебного процесса. А зачем вы пришли сегодня раз в участие в судебном процессе? Посмотреть, у кого какие претензии к моей персоне. Значит, вы пришли по какому поводу? По какому поводу? Так я вас понимаю, что по какому поводу вы все пришли? Посмотреть, у кого какие претензии к персоне. Вы знаете, вам смотреть не надо. Видеозапись прекратите? Я выгодополучатель. Видеозапись прекратите? На основании. Вам не все разъяснил. Кому вам? Если вы еще раз не выполните сейчас указание суда, суд удалит вас из судебного заседания. Кому это обращайтесь? До тех пор, пока не было переключено видеозапись, судебное заседание вести судебный заседание. Я постою. Так, капитан покинул судно дважды. Дальше не вижу смысла здесь пребывать. Дело не открывалось. Все, покидаем данный корабль. А почему дверь закрепляет? Почему не дверь закрепляет? Я просто спрашиваю, туда просто прошли. Как уходят, мы уже работники. Я согласен. Пойдем туда-сюда. Согласен. Так, а если я видеосъемку не буду прекращать, в любом случае. Я не хочу прекращать. У меня там есть воля и изъявление. Согласно... Так, вы новую изъявляете, но здесь нельзя... Ну как? Так, у меня все документально. Все. Документы поступили. От персоны, насчет воли и изъявления. У меня есть такая информация. Что вы там хотите мне показать? Я вам хочу показать приказ Мышкинского районного суда, подписанный председателем суда. Где печать? Об отрождении правил пребывания граждан. Это же на вас распространяется. Нет. Я-то не гражданин. Я же еще раз повторяю. Я не гражданин. Вы посетитель. Не посетитель. В первую очередь я живой человек. А во-вторых... Граждан? Граждан. Да, я не гражданин. Да, не Мышкин. Я не гражданин. А кто же вы тогда? Я же сказал, живой мужчина. Это не важно. Как это не важно? В данном случае. Это очень важно. Вы гражданин. Я не гражданин. Вы меня не оскорбляйте, пожалуйста. Я вас не оскорбляю. Если вы это считаете, оскорбление... Это есть оскорбление. Вы хотите сказать, что я огражден в своих правах, что ли? И свободах? Вы можете говорить все, что... Нет, гражданин из-за того, кто огражден в своих правах и свободах. Ну вот. А я не огражден в своих правах и свободах. Вот в чем ситуация. Вот тут написаны обязанности посетителей и посетителей суда. Еще даже не убедился в том, что это суд. Документально. Там запрос на документы. Я могу туда пройти-то? Да, да. Казали, подождать. Будем ждать. Что? Что мне говорить? Документ соответствует. Как чему соответствует? Законодательству. Есть ГОС-51-519? Есть документ соответствует законодательству. Если вы не согласны, вы можете это обжаловать. Судебный приступ. По имени, как я могу обращаться к вам? Судебный приступ. Судебный приступ. То есть вы должны снули все, правильно я понимаю? Смотрите. Куда смотреть? Вот. Обязанности посетителей суда. Кем документом? Я вам сказал уже. Кем документом? Здесь написано. Во время судебного заседания производить видео и фотосъемку без разрешения председательства в суде. Подскажите мне, пожалуйста. Производится в порядке установленного нормами эмоционального законодательства. Хорошо. А где здесь судья? Вам уже все сказали. Где кто сказал? Я тоже могу сказать, что я судья. Могу? Документально же. Нужно подтвердить, что человек имеет право на мочи. Здание, помещение суда посетителям запрещается. Во время судебного заседания производить видеозапись. И фотосъемку без разрешения председательства в суде. Да, все было. Кто же его открыл по заседанию? Ну, вот же все на записи есть. Вот именно. Еще судья не подтвердила. Так называемая судья не подтвердила свою полномочию. Если бы она подтвердила документы, там запрос документов, которые подтверждают ее полномочия. Я с вами не об этом разговариваю. О чем? Я сейчас с вами разговариваю о видеозаписи. Так это моя воля. Я хочу и снимаю. Но здесь запрещено это делать. На каких основаниях-то? Вам в суде сказал. Так она не подтвердила свою полномочию. Значит, я вам назвала статью кодекса. Я вам сказал еще правила пребывания. Кто она-то? Судья. Вот пускай подтвердит свою полномочие. Потом мы будем ее называть судьей. Для меня она не судья. Для меня она женщина в черной манике. Ну, пожалуйста. Вы можете считать как угодно. Это ваша факт. Я не как считаю. Это факт. А факты вещи упрямые. Докажите обратно. Почему я должен что-то доказывать? Пожалуйста. Вы подтверждаете. Я говорю, что это не так. Не согласны. Человек говорит, что он судья. Пускай подтвердит свою полномочию. Значит, вот приставы выпускать меня не хотят. Ждем. Судья сказал, пока видеозапись не прекратится. Так и покинул корабль. Будем. Будем знать. Не знаю, что там было. Почему я без маски? Алло. А ты прошел? Меня все на видео зарегистрировано. Михаилов. Лена. Давай. У меня в суд не будет. У меня в суд. Все? Он пока не пережит. Так он не нужен нам или что? Нужен. Я здесь не нужен. Нужен? Можен. Я всем нужен. У тебя паспорт есть? Нету. Я не гражданин РФ. Будем паспорт. Ты на суде и везде без маски. На двери. Кто? Угу. У меня все видео есть. Есть видео? Конечно. У меня все пишется. Я же потом эти действия неправомерные буду обжаловать. Покажи. У меня все видео есть. Покажи, друзья. Да. Видео. Да. Проходим без маски. Я не гражданин. Прошу ко мне так не обращаться. Нормально. Ну какая нормальная? У вас есть сертификат? Ну такая вот, как у нас. Ну она не нормальная. Это не медицинская маска. Это от пыли и грязи. Почитайте. Почему я так считаю? Там на ней написано. Я ничего там написано не видел. А, почитайте. Упаковку, в которых они приходят, почитайте. Паспорт есть у тебя как гражданин? Какого гражданина? Я гражданин. Нет. А где у меня гражданство? Откуда оно взвесит? Нету паспорта гражданин. Я же говорил же, статья федеральная 62-я вашего, РФовского. В Российской Федерации граждан нет. У тебя паспорт есть гражданин? Да я не гражданин. У тебя паспорт есть? Нету. Почему? Что почему? Потому что живому человеку паспорт не нужен. Почему? Алло. Только после вас. Нет, нет. Это ваш корабль, пожалуйста. Вы там управляющий, я там не управляющий. Заходите в зал последний. Сохранением всех прав и свобод. Вы меня приглашаете. Вас давным-давно пригласили в процесс. Сохранением всех прав и свобод. Хорошо. Мы сейчас опять не включили, а не все. Вы опять включили видеозапись. Ну обязательно, а как же. Вам сказали, что запрещено. Я же имею право, свои права. Вам сказали, запрещено здесь это делать. Есть постановление Верховного Суда. Вам сказали, что здесь запрещено это делать. Сказали, но не обосновали. Все вам обосновали. Хорошо, садитесь. Еще раз. Воля изъявления. Я живой мужчина. Между мной и Творцом нет посредников. Нахожусь здесь, под принуждением. Сохраняю за собой все права и свободы. Хочу для себя пояснить следующие вопросы. Является ли суд суверенным? Второй вопрос. Имеет ли суд право судить живого человека? Третий. Обладает ли суд достаточной фидуциарной материальной ответственностью, чтобы нести ответственность в международном суде или в трибунале? Понимают ли Акутин и Нина Юрьевна всю глубину ответственности перед Творцом, совершаемой действенно живым человеком? Разрешение на оплату каких-либо услуг или действий живой человек мужчина никогда не давал и не дает. Так как ответ на вопрос последует. Снегилев, вы еще не приходили к нам следовать доказательств. Никаких. Суд вам еще раз разъясняет, что если вы не прекратите сейчас вести видеозапись, которую вам суд не разрешал вести, вы будете удалены из зала судебного заседания. Вам это понятно? Так. Это понятно? Кому обращаетесь? Так. Я думаю, что непонятно. Давайте вы его водите из зала, удаляйте. Потому что дальше там не будем осматривать дело. Это его справа убивают. Так, сейчас дочитаю тогда. Вам сказали уже. То это подтверждает отсутствие полномочий, правового статуса в суде. Вам сказали. Вам сказали. По праву высшего статуса и права в данном помещении закрываю все действия, лишаю суд всех презумпций и требую покинуть помещение. Без ущерба, без акцепта, без оборота на меня. За маску, за видеосъемку будете писать протоколы, да? Ну, за маску, за сотрудник полиции. Хорошо, хорошо. Я приехал по сообщению, что ты находишься в помещении суда без маски. Ну как же, меня запустили в маске, я нахожусь без маски. Ну вот, я смотрел видео, я сфотографировал в виде, где ты в зале заседания находишься, там человек сидит в маске, а ты без маски. И где регламент прописан, как носить маску? Ну, где регламент прописан, как носить маску? А вот у меня здесь и все дальше. Это демагоги. Я не собираюсь вступать в диалоги, демагоги и заниматься кучу времени и тратить на это. Как бы я по факту приехал, ставлю там административный протокол. У тебя паспорт есть просто? Нет, нет. Почему? Ну, потому что... Ты даже в суд пришел. В суд-то что пришел? Как что в суд пришел? По какой причине ты пришел в суд? Я думаю, мы сейчас не по этому поводу не собрались. По какой причине? Не по какой причине я всегда в суд пришел. По какой причине? По принуждению. По какой причине? Персональные данные передачи. То есть вы осознанно это делаете? Да, это я и так его знаю. Пока шел сюда, так что... А почему ты врешь тогда? Здесь потерял. Здесь потерял. У меня нет паспорта. У персоны есть паспорт. Может личный досмотр провести? Присвидетели. Ади вогли. Я же говорю... А если у тебя паспорт? Я же говорю... А если ты врешь и вводишь в заблуждение... Я тебе еще раз повторяю. У персоны есть паспорт. Что ты там снимаешь? Конечно. Уберите телефон. На каких основаниях? Ну, такие... Как это? Работа полиции классная. Поехали в отделку. Поехали. Поехали. Я с вами. Открыть, открывать. Ага, личность. Личность вы мою никак не установили. Как мне лучше установили. Поехали в отдел. Да я не дурю, Андрей. Да что ты... Говорю, что в полицию мы заходим. Это режимный объект считается. Какой? И хранится оружие. Полиция это гласная структура. Нет. Да. Это режимный, прежде всего, объект. Нет, это гласная структура. Я не... Я не иду в ваше хранилище. И там запрещено какого-то снимать. Вот-то иди. Я не иду в ваше хранилище. Я еще раз объясняю. Да как объясняешь? Где написано, что это режим? Запрещено. Где написано, что это режим? Это режимный объект. Где это указано? Везде. Работа полиции, согласно федеральному закону полиции, она гласна. Так это работа, но не само помещение. Где хранится оружие. Я не иду в вашу оружейную комнату. Это здание, где находится оружие. Я-то откуда-то знаю, что там находится. Находится, находится оружие. Я же не иду туда, за оружие. Я снимаю только себя, вот четко лицо свое. Все. Вот снимай на улице. Вот, я на вас, я сам решу, где меня снимать. Я же не хожу вот так, не снимаю ваши проходы. Я тебе тоже говорю, что... Только лицо снимаю свое. Здание запрещено снимать. Должен мои требования исполнять. Так с чего я должен ваши требования исполнять? С того, кто тебе криптсотрудник. Пускай говорит. Могу, конечно. Могу, могу, могу. 19.3, да, исполняйте требования. То есть я могу отказаться, да? И опять ты без маски. Почему? Я же тебе вот показываю. Вот, вот, все. Сдай телефон. Расскажи, что вообще произошло? 14.2, да, статья была? Да. Получается, дело выиграно, да? Что там, какое решение принято? Ну, она не удовлетворила, то есть прекратить административное производство. А решение тебе выдали на руки? Да. Ты мне присылал? Что я не помню? Так, последняя страница. Постановил. Так, прекратить производство по делу. Так, так, так. Привлекаем. Изъятая по протоколу изъятие продукция. Жидкость в количестве 5 единиц подлежит уничтожению в установленном порядке. А на каком основании-то прекратить? Я не вижу. Там написано в этом-то, что не было контрольной закупки. На суд экспертизу они отправили, даже меня не повестили. Меня когда в полицию-то вызвали, я сижу, он мне эти бумаги-то суёт. Я говорю, подожди, друг, а ты что меня тут суёшь-то? Дата, ты смотри, какая дата-то стоит. Декабрь, а сейчас, говорю, что на улице? Ну, хочешь, подпиши, хочешь, не подписывай. То есть, они даже на суд экспертизу отправили. Я говорю, я же не знаю, что вы там отправили. У меня сертификат на данную продукцию, вот я вам прилагаю, показываю, пожалуйста. Нет, так она, понимаешь, обычно пишут по это, по это, решение, как пишется, подожди, это решение или постановление? Ну, вот тут написано, постановил. А, так это постановление, а не решение. Прекратить производство по делу. А на основании чего она не написала, то есть, обычно пишут за отсутствие состава либо события правонарушения. Она просто пишет, прекратите всё. И изъят жидкость. Уничтожить, она уже изъята. Честный градус? 5 единиц объемом 4,7 литра, 5 на 5, 25 литров, что ли? Да. Честный градус. Так, и что, и получается, прекратили, ты там вышел, они начали на тебя там замазку, ещё за что, за 19.3, да? Нет, 19.3 не было. За то, что видеосъёмку ещё вёл. А, 17.3. 17.3 – это не выполнение законных требований этого судебного приства. Да, да. Меня что остановило, когда это всё шло? Помню, ты в видео проговаривал, что главное – не вступить в процесс. По сути-то, вот я на этом застопорился. Нужно было мне к этой суде обратиться с тем, что так называемое подтвердите свои полномочия. Правильно я сейчас говорю? Ты там самого главного не сделал. Ты не сказал, что ты хочешь. Я же и прочитал воле и изъявление. Ну, а ты внимательно слушал видео, ты смотрел внимательно? Ты там даже слова не произнёс. Я хочу, чтобы то-то, то-то было сделано. Ну, чтобы прекратили данное дело. Не было там таких слов? Я говорю, я должен был сказать. Ну, да. Да, меня же судебный пристав начал выталкивать, выводить, давай, ну, не выталкивать, он ко мне очень так аккуратно относился. Слушай, я видел видео, у тебя там миллион возможностей было сказать, что ты хочешь, но ты этого не сделал. Согласен, будем работать над этим. И второй вопрос. Нет, не работать. Работать от слова раб, трудиться. Это трудно, потому и надо трудиться. Ясно? У меня другая информация по поводу работать. И раб, раб от слова робонок, робонок. Это дети, которые работали за едой. Их называли робонок. А рай, это бог солнца, а ботать, разговаривать с богом, значит. Вольному воле. Есть такая информация. Ну, не суть. Сейчас что хочу еще спросить. Когда мне судья сказала, проходи в этот здание, в этот зал заседания. А сама, то есть я говорю, нет, я только после вас. Но она уперлась ни в какую. Вот это была моей ошибкой, то, что я пошел. Ну, в принципе, нет. После ее слов, что только после вас. То есть она тебе дала добро зайти первым. Она дала добро мне зайти первым. Ну, я же пояснял. Это как в чужой дом зайти. Ты приходишь. Да, да. Вот ты приходишь к дому, который где-то там, неизвестно где, в какой-то деревне. Ты стоишь у ворот. За калитку не проходишь. И тут появляется черная мантия. Она хозяйка этого дома. И ты говоришь, что вы меня приглашаете. Она говорит, заходите первым. Ну, а раз она сказала, заходи первым, все, это не считается как проникновение на чужую территорию. Так, хорошо. Этот момент мне ясен. Заходите первым. И вот еще вопрос. Я туда захожу, задаю ей вопрос с сохранением всех прав и свобод. И веду видеонаблюдение. Причем при всем было волеизъявление написано до судебного, так называемого, заседания. И она мне начинает тыкать там коапом, внутренними распоряжениями, что я не имею права вести видеонаблюдение. Получается, идет ущемление моих прав и свобод, правильно? Ну, вообще да, но. То есть, на данном факте можно заострить внимание? Да не заострить, надо хитрее быть. Если она уперлась в эту видеозапись, ну, выключи ты ее. И тут же подними вопрос. Я хочу, чтобы это... Мне стало известно, что до начала заседания было подано, в волеизъявления, с волей, что это... Разрешить видеосъемку. Я хочу, чтобы оно было рассмотрено немедленно, и по нему было вынесено определение. Чего так не сказал? Потом-то уже все допетрил, но было поздно. Ну, не поздно, было и было. Вот это поздно, но в том-то и дело, что поздно. Вот на этом поздно, они всех и ловят. Надо сразу, мгновенно соображать. Тяжело от того ходить. Это поначалу тяжело, а потом тебе это понравится. Да мне так это уже нравится. И вот это у тебя первый заход был? Года два назад был заход. В Ютубе искал ролик, хотел тебе сбросить. Также по налогам пришел. Судья сразу же покинул корабль. Ну, я вслед за ним. Но он, естественно, после пришел и все доделал дело. То есть тогда ты еще два года назад по теме живых заходил? Да. Поддержки не было. То есть я один, и я постепенно так от этого отодвинулся. Как бы изучать, изучал информацию. Но делали афидевит, делали, ездили, оживлялись по этому афидевиту. Вон он до сих пор лежит. Подожди. Люди от Будемира приезжали, да. Давай покороче. Я тебе позвоню, чтобы уточнить короткие вопросы. Мы сейчас с тобой вообще в диалог какой-то уперлись, и еще и разбор полетов делаем. Ничего, я понял. Так, значит, вот на 12 число у них по списку судопроизводства по масочному режиму, там, что у них, 12.6, да, по-моему? 20.6.1. Сейчас как быть в этой данной ситуации? Бить по всем фронтам? Не бить, а учиться. Ну, учиться. Учиться, то есть. Подожди, получается 17.3 и 20.6.1. По 17.3 тебе там, твоей персоне грозит максимум 500 рублей штраф. По 20.6.1 там посерьезнее, там либо отменят, либо назначат штраф, там, что-то не помню, то ли от 1000 до 30 тысяч. Вот. Все зависит от настроения черной мантии. Поэтому, ну, я не знаю, может на 17.3 вообще забить. Но я бы и туда пошел, и сюда пошел бы, и видео бы заснял. По 17.3 пока информации нет никакой. Только по 12.6.1 есть информация, что на 12 число. Ну, готовься, можешь заранее, воле заявления написать, что я хочу, чтобы дело было перенесено на более поздний срок в связи с тем, что мне необходимо ознакомиться с материалами дела. Ясно? Да. На перенос, затягиваешь процесс, за это время готовишься. Процесс затягиваю, за это время готовлюсь. Но в любом случае, через воле заявления, ссылаюсь на их РФ-овские законы. Правильно? Не понял вопроса. А к процессу? Что означает подготовиться к процессу? Посмотри видео, как люди... У консервы вышло видео, как они закрыли дело. Но они, правда, через апелляцию закрыли по 20.6.1. То есть, они в первой инстанции там вообще не стали их слушать. Во второй инстанции все выслушали и завернули обратно в первую инстанцию. И третье заседание в первой инстанции отменило решение предыдущее. И все? А, там не отменило, а в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности. То есть, три месяца прошло. То есть, путем затягивания процесса, знакомиться с материалами, там, необходим защитник. Хочу, чтобы дело было перенесено, перенесено. Два раза переносишь, потом еще можешь, не знаю, там, кто-то внезапно, случайно заболевает. Тоже переносится дело. Понимаешь? Потом, ну, даже если проиграешь, несмотря на все, перешлет в апелляцию, то же время пройдет. В апелляции то же самое. Перенос, перенос, перенос. Три переноса опять время протянул, даже если не это. Ну, скорее всего, завернут, потому что, ну, никаких оснований нет. Завернут обратно или отменят. Если завернут обратно, в первой инстанции опять три переноса. И так время выйдет, три месяца, и все. Это один из способов. Второй. Все второй. Способ есть? Много способов. Пример можно? Есть такая штука, категорический отказ, есть договор оферта, есть воля изъявления, есть законы РФ. Вот еще тебе четыре варианта. Вот по законам РФ-то самое интересное, у нас тут уже было так называемое судопроизводство. Чем человек отбивался, они то ему и написали в решении суда. То есть привели, ссылаясь на то и выписали ему штраф. Хотелось бы. Перенос переносом это хорошо. Хочется в сам этот процесс войти и поучаствовать с ним в нем. Подожди, вы выписали штраф в первой инстанции, правильно? Да. Он обжаловал? Нет. Ну а о чем разговор тогда? Ты понимаешь, что 99% вообще в суды не ходят? Они боятся их. И они решают так, как им надо. И в свою пользу. А вот из этих оставшихся одного процента, те, кто приходят, дальше первой инстанции не обжалуют. И они этим опять пользуются. А дальше вот из оставшихся одного процента от одного процента не обжалуют апелляцию. То есть чем дальше, тем меньше народу это ходит туда. И они этим пользуются. Никто не хочет отстаивать свои права, свою персону. А как только они видят такого напористого, который на видео все снимает и разговаривает с ними так, культурно вежливо. Ну что они с ним сделают? Да ничего не сделают. Они вынуждены выполнять волю. Ясно? Ясно. Значит, по 20.1.6, или как там, .6, .1. Где можно видео посмотреть, люди, кто занимались? Ты поисковиком умеешь пользоваться? Google, Яндекс, Ютуб? Да, да. Ну так и набирай. 20.6.1 или Победа по маскам. И вперед из песни, и смотри, там миллионы видео уже. То есть результаты есть? Конечно. Масса. И решения суда есть, все есть. Тогда зачем я буду это переносить? А лучше подготовлюсь и пойду туда. Не знаю, куда. У тебя сколько времени осталось? Четыре дня? Да. Ты за четыре дня успеешь посмотреть все видео? Нет. Ну так что ты мне этот вопрос задаешь? Я тебе говорю к тому, что можно перенести до следующего заседания. На следующее уже нужно идти. Вот я к тебе к чему. А не то, что растянуть на три месяца и закрыли это дело. А кто тебе сказал, что тебе вообще туда не надо ходить? Я же тебе говорю, отложить заседание и потом пойти. Все. Принял к исполнению. Да какое исполнение? Хватит строить ты себя из солдата, а из меня генерала. Я тебе не приказываю и не надо ничего исполнять. Сам решай. Я тебе подсказываю, какие варианты решать тебе все. Хорошо. Так нормально? Ну да. Вот и славненько. Ну все, тогда буду готовиться. Ну все равно молодец. Ты просто пойми. Я вот что меня раздражаю. Что больше всего меня раздражало в твоем видео? Это то, что она тебе задает вопрос. А ты ей одно и то же. И она тебе одно и то же. И ты ей одно и то же. Вы как эти, как два сломанных граммофона. У одного пластинку заело, и у другого пластинку заело. Вы что, импровизировать не умеете? Ну, отвечали как роботы, знаешь. Есть варианты ответов. Первый и второй. Второй куда-то подевался, отвечай по первому. И вот только первый, 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 первый вариант. А где все остальные варианты? Их триллионы. Их бесконечное множество. Все было в голове. Ну, такая отстрессовая обстановочка. И немножко я растерялся. И потом вышел, у меня все в голове. Как бы видео пересмотрел, переанализировал, понимал, что здесь нужно было ответить. Как здесь нужно было сказать, себя повести. Ну, перенервничал. Просто перенервничал немножко. Так вот мой тебе совет. У меня откуда столько опыта, вот именно из-за того, что я занимаюсь видеомонтажом. Я когда видео монтирую, свои собственные, я их пересматриваю вынужденно. Раз по 20, как минимум. Так вот мой тебе совет. Пересмотри свое же видео раз 20, как минимум. Благодарствую за совет. В разной обстановке, под разное настроение, в разное время, короче. Со временем ты поймешь, когда все достаточно, все ясно. А вот последний вопрос. Помимо запросов на подтверждение ее полномочий, захожу вот на сайт судей РФ, нахожу данную, называемую так, судью, назначенную там приказом номер таким-то, такого-то числа, но, естественно, без печати и подписи, как это должно быть. Этот документ тоже, я считаю, цельносообразно использовать. Ну, я не вижу смысла. Не видишь. Можно уточнить, почему. Ну, ты приходишь на рынок, тебе пытаются вручить фальшивые денежки, а ты потом берешь эту фальшивую денежку и пытаешься сам где-то использовать против них же. Ну, смысл их же фальшивки против них разворачивать. Ты просто приходишь туда и делаешь волеизъявление. У меня нет к вам доверия. Вы ничем никак и вообще не подтвердили где-то свои полномочия. Докажите хоть одним документом. А ты что-то... Зачем время тратить на какой-то интернет-вариант, который в интернете находится? В интернете это все набор цифр. Юридическая сила не имеет. Пускай на бумажном носителе предоставят. Смысл ясен? Конечно. Более вяжем. А зачем теперь вот в этом, как говорится, в виртуальном дерьме их ковыряться? Я вообще смысла не вижу. Согласен. Полностью согласен. Да. Ты свои бумаги сделай, сделай, и все. И приходишь и говоришь, я то-то, то-то хочу. Давайте, если вы называетесь судьей, докажите, покажите, покажите ваши бумаги. Нету? Ну, тогда и доверия к вам нету. Все. Все понятно. Ладно. Хорошо. Приятно было пообщаться. Давай, благодарство. Смонтирую видео, пришлю. Да, буду ждать. Добро. До школы. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...